На льду олимпийские чемпионы Марина Анисина, Гвендаль Пейзера и Никита Джигурда. 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 Потрясающая троица, олимпийские чемпионы Марина Анисина, Гвендаль Пейзера. Анисина, Гвендаль Пейзера и Никита Джигурда. Гвендаль Пейзера и Никита Джигурда. АПЛОДИСМЕНТЫ Гвендаль, ты нас покидаешь? А, ты все, да? Я все, крикнул на чистом русском. К Лере ушел. Как вы отчаялись на такой рискованный поступок? Вы знаете, я так давно уже не стояла на льду. И мне это такое удовольствие было кататься здесь сегодня для вас. И поэтому я совершенно не боялась и с удовольствием каталась сегодня. Никита, объясни, пожалуйста, как так получилось все-таки? Это что вас, лед сроднил? Это какая-то особая химия, которая только благодаря льду случилась? Максим, год назад судьи не дадут соврать. Я сказал, что я уже победил. Я встретил свою богиню. На первой же встрече на льду я сказал, Марина, я хотел бы, чтобы ты стала моей женой и родила мне такую же зеленоглазую девчонку. Год назад я написал, в первый же день написал строчки «Зеленоглазая богиня, сойдя с Олимпа в мир земли, ты чудом бесконечно дивным во мне живешь, как дар любви». Я не обманул. Нет? Нет, не обманул. Марина, многие из тех, кто катался на льду в этом проекте, в том числе, все это заканчивается беременностью, рождением детей. И Лика Кремер, и Мария Бутырская, и Лена Грушина. Это что? Что-то особенное именно в этом проекте? Вот я всегда смотрю на фигуристов. Может, дело в таком тесном контакте все-таки? Ну, может быть, поскольку мы всегда находимся, спортсмены, в тесном кругу, и тут мы встречаем новых, интересных людей. Просто Камасутра на льду переходит в Камасутру в жизни. Ну, горящие глаза этой пары, это лучшее подтверждение настоящих чувств. Спасибо большое, Никита, спасибо, Марина. Спасибо!